Да не надо говорить, это не мое здание. Это не мое. Поймите, это не мое, я вам говорю. Ой, это не мое. Я вам говорю, мы это не обслуживаем. Ой, да, это не мое. А чье это? Откуда я знаю? Это мое. Да, добрый день, помощник уполномоченного по правам ребенка. Вы звонили, пропущенный вызов. Здравствуйте. Мое имя, отчество, фамилия Антон Николаевич Булгаков. Звоню вам из города Сургут. Являюсь журналистом СМИ Русское информационное агентство, заместитель главного редактора. Так, параллельно являюсь жильцом город Сургут, просвет Комсомольский, 21. Представьтесь, пожалуйста. Максимова Надежда Валерьевна, помощник уполномоченного по правам ребенка в автономном округе. Надежда Валерьевна, хочу вам сообщить о чрезвычайной ситуации у нас во дворе. 7 июля 2023 года по текущий момент произошло как минимум 5 разливов сточных вод канализационных на детской площадке, прямо по центру, из-под песка, из коллектора, в который сливаются канализационные стоки и здание, которое находится на расстоянии 2 метров от этого канализационного люка. Источные воды идут одновременно к... сейчас скажу. Ого, это такая глубина там? Да. Это сколько метров? Три. А что за тряпки? Это оттуда что ли? Да, вот оттуда. А как они там оказались? Вот сливают, кидают. А кто кидает, если закопано был? Люди кидают, там же канализация. Откуда оттуда? Конечно. Мои от кого из работы только вот это здание. Да? Да. А, ну вот я так и думал. С туалета, с душевой, где я предполагаю, что подмывают стариков, престарелых. И из кухни, где постоянно что-то готовят. То есть есть фото, видео, доказывающие, что сток забит. Именно вот этим хосписом, который рядом находится, площадь загрязнения песка на данный момент более 15 квадратных метров, огороженная какой-то ленточкой. Ну, то есть, короче, мне вчера сообщили, да, что из-под песка какая-то лужица появилась. Вот. Я сразу же среагировал, пошел, посмотрел, сообщил во всей инстанции. Никто не приехал за более чем 10 часов. А на утро только, то есть мне сообщили где-то в 22 часа, и только на утро, где-то, можно сказать, через 12 часов, приехало три человека со стороны якобы управляющей компании. Они начали копать песок, обнаружили там люк на глубине 10 сантиметров, посередине детской площадки. И, соответственно, этот люк на тот момент был сухой, и, получается, мне надо было ехать по делам. Через 4 часа люк стал опять влажным. Приехал горводоканал, они открыли люк, и там прям на поверхности масса тряпок всяких, текстильных изделий. Что это там? Памперсы, подгузники, я не знаю, тряпки, полотенца, неизвестно. Но, судя по первичным признакам, этим предметам максимум год, максимум. Но не видно, что они свежие. То есть хоспис заехал примерно год назад, и за 36 лет, которые я живу в этом доме, я ни разу не слышал, что в городе Сургут, и вообще вот тут у нас в микрорайоне, на детской площадке или какая-нибудь вообще канализация забивалась, ее чистили именно от тряпок. То есть это свежие тряпки. Горводоканал специалисты подтвердили, что именно со стороны хосписа идет затор, и этим коллектором пользуется только хоспис. То есть я предполагал, что из этого учреждения автономная некоммерческая организация «Заботливое сердце», директор Мельник Денис Анатольевич. У них, кстати, нет лицензии ни одной на осуществление медицинской деятельности, хотя у них там и медсестры, и какие-то препараты используются сильнодействующие яды. Это атропин сульфата. То есть год назад я писал в сообщении о совершенном преступлении, что они без лицензии используют препараты и оказывают медицинские услуги, но все проверки прошли, никто ничего не обнаружил. И вот почти год спустя мы получаем на детской площадке источник предположительного заражения наших детей, и в том числе в городе Сургут. Напомню, что 27 июня, полторы недели назад, в городе Сургут произошла вспышка диареи в МВД России по городу Сургут. Пострадало как минимум 10 человек. Здесь же прямая угроза детской вспышки диареи и других заболеваний. Да, возле любых инфекционных, конечно, потому что непонятно, какие там материалы могут из хосписа вообще быть в этом коллекторе. Вы пустите, пожалуйста. Сами представители ГорВД-канала заявили, что запах не типичный для канализации и запах по пати медицинскими какими-то препаратами. Вы, кстати, поосторожнее, потому что, я вам говорю, это полумедицинское учреждение, поэтому тут все что угодно может быть. Это тряпки половые, салфетки, вискозы. Все, унитаз сливается, оно не распоряется. Вань, вонь. У нас эти подпоры сейчас... Специфическая вонь? Да. Еще четыре подпора вот так по городу. У нас просто некогда нам этим заниматься. Не говно, а как бы такие медицинские запахи. Представители ГорВД-канала сами в шоке, говорят, запах специфический не говна, а какой-то, типа, медицинский какой-то, каким-то препаратами попахивает. Наружу, то есть, почти случился там, ну, пятый разлив, когда вот они начали там чистить. Прямо при них чуть опять это все не вылилось на площадку. То есть, вода постоянно то поднимается, то опускается. Вот. Они прочистили этот заторт, собрали примерно 30 литров тряпок, то есть, большой достаточный объем, собрали в отдельный контейнер и увезли с собой. Я не знаю, куда, это вопрос к ним. Но руками он показал, что как минимум полметра этих тряпок там осталось, внизу. Полметра надо умножать на диаметр примерно 70 сантиметров коллектора. Это получается примерно 200 литров вот таких тряпок там еще внизу находится. И представители Горводоканала заявили, что ничего страшного, все равно, типа, скоро засорится, и вы нас опять вызовите. В смысле? То есть, и дальше принимать никаких мер не собираются? Ну, вот больше... Будут ждать, пока снова это поднимется все на поверхность детской площадки, да? Они сказали, что надо дезинфицировать эту поверхность этого, ну, вот, пораженной, да, как минимум 15 метров. Я их попросил там сообщить какую-то информацию, куда обратиться. Они сказали, ничего не знаем. Мы, говорит, обычно хлоркой это все обрабатываем, но тут детская площадка, мы не будем. Ни телефоны, ни контакты, ничего не дали. Я звонил в Горводоканал официально, как журналист, требовал предоставить какие-то, ну, сведения там, направить телефон. Мне сказали, перезвонят. Сутки прошли, никто не звонил. То есть, это все происходит 7 июля, да, этого года? Да. Я просто, я уточняю еще раз, проспект Комсомольский, дом 21, площадка вот у этого дома, да? На нашей придомовой территории, на территории участка, на котором расположен наш дом. Все, еще раз, Антон Николаевич Булгаков, да? Замечатель главного редактора. Русское информационное агентство. Да, совершенно верно. И уточняю тоже вот с вашего первого вопроса, как минимум 5 разливов произошло с 7 июля. Да, записала, как минимум 5 разливов, да. Ну, Антон Николаевич, я приму сейчас ваше обращение, оформлю карточку личного приема уполномоченного по телефону. Вот, будем отрабатывать, конечно, этот вопрос, но в контексте вообще безопасности детей, поскольку эти разливы все происходят на детской площадке. Хочу вам дополнить информацию. Информация уже размещена 2 часа назад в официальных СМИ. Это КАИНФОРМ, фото, видео приложены к посту. Поэтому информация уже официально озвучена и опубликована в СМИ. Поэтому... Как еще раз, КАИНФОРМ? Вы не знаете такой паблик? СМИ такой? Нет, я не знаю. КАИНФОРМ, знаменитая СМИ на всю страну. Так, ну я записала, посмотрим, что там опубликовано. Хорошо. Так, я тогда вам отправлю сообщение со своего рабочего мобильного. Если не затруднит, да, скините мне материалы, чтобы я приобщила карточки личного приема. Добро. Угу. Все, договорились тогда, Николай, сейчас я вам напишу. Благодарствую. Угу, да, всего доброго, до свидания. Без понятия, что здесь может быть. Ну как, что, я вам говорю, вот здесь вот кухня, да, правое окно. Не надо говорить, это не мое здание. Мое здание, дома. Да я понимаю, но разлив на нашей территории произошел. Поймите, это не мое, я вам говорю. Как-то не ваше. Я вот так сейчас говорю, и вы мне тут говорите. А чье это? Откуда я знаю? Управляющая компания в соответствии с договором обслуживает прилегающую придомовую территорию. Не обслуживаем мы это. Вы показываете за забор или перед забором? Я вам говорю, мы это не обслуживаем. Детская площадка относится к зоне обслуживания 21-го дома. Меня понимаете, слышите или нет? Че умничать, Татон? В смысле умничать? Я диспетчеру сейчас передам. Я вам факты сообщаю, а не умничать.